Сегодня показать вам еще один продукт из Аюрведы. Это топленое масло ГХИИ. Вот оно, смотрите. У нас в Британии оно продается вот в таких упаковках. Ну, в разных упаковках продается. 500 грамм, видите. Стоит эта упаковочка 4,50 фунта. И давайте посмотрим, как оно здесь выглядит. Я его купила вчера. Вот, я уже его открыла, конечно. Тут еще такая была металлическая крышка. И вот это масло ГХИИ. Топленое, но оно специально приготовлено по специальному там рецепту. Еще говорят, что добавляются туда травы, если оно именно приготовлено в Индии. Ну, и самое главное, опять же, это польза этого масла. Влияние, тут пишут, настолько велико на организм человека, что если только перечислять какие-то части из этого, то это для меня, например, главное, это то, что это масло укрепляет иммунитет, очищает печень, замедляет процесс старения организма, регенерирует клетки, увеличивает, ускоряет обмен веществ. Ну, и если хотите, об этом масле можете почитать. И еще, вы знаете, ну, если кто не пробовал, то могу сказать, это масло как топленое масло. Но так как я, ко всему прочему, еще и предпочитаю топленое масло, обычному маслу, то для меня это просто клад. Ну, вот совсем недавно я, к сожалению, узнала об этом продукте масла КХИ. И я теперь его всем рекомендую своим друзьям и знакомым. Ну, и также, конечно, вам я тоже показываю это масло. Те, кто не знает, посмотрите. И, возможно, вам тоже понравится его употреблять в пищу. Давно хотела вам показать, да все как-то времени не было. Вот хочу теперь. Посмотрите, какие у меня классные есть две наволочки на подушке. На одной написано Naughty, непослушный, шаловливый, а на другой написано Nice. Видите? Nice и Naughty. То есть, как мне пояснил Мартин, что вот такие вот подушечки очень любят застенчивые женщины. Они специально берут себе подушечку, такую, которая соответствует их настроению. То есть, то ли она сегодня шаловливая, то ли она просто хорошая девочка. И уже от этого, как говорится, зависит то, как дальше пойдёт их общение в постели ночью. Мне, кстати, понравилась эта история. Naughty, naughty, naughty girl или nice girl. Я продолжаю пробовать кофе латте или латте, как тут захотели, чтобы я говорила. Так вот, вот этот вот гольф-клуб здесь у нас. И здесь у нас вот такое маленькое кафе. Поворачиваюсь оно сзади меня. Вот. И мы там с девушкой разговорились. Я спросила, а как латте у них есть или нет. Она сказала, что да, есть. И вот даже она прям даже знает, как готовить. Ну вот, понимаете, трёхслойный не получился. Она мне, потому что налила на самом деле вот столько, третью часть крепкого-крепкого кофе. Ну и потом сказала, я извиняюсь, но не получится у нас три вот таких точных уровня, три части, как обычно, потому что молоко под большим давлением. Она говорит, я сейчас буду наливать молоко, и всё размешается, это кофе. Ну ладно, по крайней мере, вроде как что-то получше. Как говорится, пробую. Да, кофе неплохой, и кофе намного лучше, чем был у меня вчера. А вообще сейчас покажу вам панорамку издалека. Это популярный гольф-клуб у нас такой здесь. Браун-фэмили-гольф-клуб и кафе. Вот сегодня у нас здесь, ну, довольно многолюдно. И даже здесь и в гольф кто-то играет. Сегодня прекрасная у нас погода. Плюс 25, солнышко. Много маков расцвело у нас. Очень красивые маки, но, вы знаете, жалко то, что они же просто один день и всё. И обсыпаются. А здесь ещё хочу вам показать. Посмотрите. Вот для меня это, например, смотрится как тысячелистник. И даже листики у него тысячелистника. Но почему-то жёлтого цвета. Обычно тысячелистник, он белый бывает. Навожу порядок в квартире своей, убираю. И вот, вы знаете, нахожу иногда такие вещи, которые уже думала, что потеряла и забыла. И очень рада, что у меня сохранилось вот это приглашение. Последний президентский ланч из Пробос-клуба. И посмотрите, где. Праери Бэй. Да-да, это ланч в том самом знаменитом Праери Бэй отеле. Сейчас вам всплывёт видео. Я вам много раз показывала этот отель. Но мы ни разу не смогли туда попасть. А вот 29 октября 2014 года, оказывается, я там побывала. Но тогда мы настолько часто и много были приглашены куда-то с моим мужем Рентоном, что я, к сожалению, вы знаете, не запомнила. Вот бывает же такое. Давайте посмотрим, что здесь внутри написано. Здесь полностью программа, кто выступает, читает молитвы, дальше произносит тосты, ответное там слово ещё. И здесь на другой страничке меню. Из двух вы выбираете вот два старт-начало, два основных меню. Что-то вы можете выбрать, либо одно, либо второе. Десерт также можете выбрать. И финальные кофе или чай вместе с десертом. Всё это расписывалось, всё это готовилось специально. Занимались этим люди из Пробосклуб. И они рассылали всем приглашённым. Приглашённых было не так и много. Особенно на такие ланчи президентов. Ещё вот очень рада, что нашла вот такую вот открытку. Поздравление для Колина. Поздравление с большой любовью от Лу Ирентона. Вот видите, и здесь написано, что Колин, вот его фотографии, исследователь Антарктики. Бесстрашный исследователь Антарктики. И здесь он со своей женой тоже на фотографии. Это всё делал Рентон вот к 75-летию. Вот так вот, видите, выглядит эта открытка. И сзади тоже интересно. И написано, вот фотография Колина, такой калаш. И написано, как и следовало ожидать, всегда выполнял свой долг, но знал, когда закрыть глаза. Ну вот, понимаете, да, это английский такой тонкий юмор. Для меня, конечно, он не совсем понятен. И ещё нашла вот такой рисунок. Это рисунок перевёртыш. Обожала я всегда такие рисунки. И вот мне распечатывал Рентон. Это портрет Генриха Восьмого. И если мы переворачиваем, то здесь получается вот такая старушенция. Я думала, что это какая-то из его жён. Но вот Рентон мне сказал, что это Энн Клифс. Это портрет Энн Клифс, хотя Энн Клифс всего 60 лет. Это британская писательница криминальных детективов. Ну вот не знаю. Ещё одна из любимых моих картинок. Это вот такая. Смотрите. Утки постепенно, постепенно переходящие в рыб. Тоже классно. Вы знаете, я вот сейчас нашла. С удовольствием с вами делюсь. И интересно самой вспомнить. Ну и ещё, вы знаете, вот интересное тоже. Это тоже распечатанные мои фотографии на принтере. Не очень хорошо цвета. Были у принтера не очень хорошие цвета. Но это было, когда я уехала получать визу. И меня не было, наверное, где-то полгода. Рентон очень скучал. Распечатывал мои фотографии, которые ему нравились. И вот даже вот такой коллаж сделал. Я не могу сказать, что это здесь я удачно получилась. Но вот он почему-то всегда говорил, что у тебя улыбка. Мон и Лизы. А это ещё ему очень нравилась тоже наша совместная фотография. Это когда мы были на лайнере. Путешествие по Средиземному морю. Не всегда всё вам успеваю показать. Вот этот, по-моему, грот. Альков, как он здесь называется, видите? Я вам ещё его не показывала. Называется ракушка. Здесь, наверное, в хорошие солнечные дни отдыхала семейство королевы Виктории. И наслаждалась всеми этими видами, звуками природы, журчанием воды. Нельзя сказать, что он прям уж такой шикарный. Но, посмотрите, здесь натуральные ракушки использованы для декорации. Ну, он реставрирован, конечно же. Здесь есть ещё основной, центральный такой грот. Сейчас я вам его покажу. Но он в более худшем виде. Он не реставрирован. Он в таком натуральном виде. Вот видите, здесь объяснение, как обычно, об этом месте. И сейчас посмотрим, как выглядит тот грот, в котором семья королевы Виктории отдыхала. Вот эта даже скамейка, она с тех времён, 150 лет назад, всё выглядело, конечно же, по-другому. Но сейчас здесь, не знаю почему, не делают реставрацию. Вот видите. Наверное, руки не дошли ещё. До этой беседки остался какой-то простенький мозаичный пол. Это всё тоже со времён королевы Виктории здесь сохранилось. И я как-то не особенно заостряю вам внимание, показываю все эти гроты здесь. Я стараюсь показать здесь красоту, которая сразу бросается в глаза. Фонтаны, красивые скульптуры, цветы, беседки. Ну, наверное, и такие вещи. Хотя они и заброшенные, и запущенные. Но всё-таки это же всё веет именно историей и стариной. Ну, и ещё, конечно же, мне нравится то, что здесь у них, когда бы ни пришёл, всегда по-разному выглядят эти клумбы. И каждый год высаживаются разные цветы. Ну, вот, Вистерия, конечно, она здесь многолетняя, постоянно обвивает всю эту беседку. Она ещё только начинает расцветать. В этом году почему-то цветов меньше, чем обычно. Вот год на год не приходится. Но всё равно садовники здесь выполняют потрясающую работу. Те, кто со мной гуляет постоянно, могут, наверное, уже обратить внимание на то, что я вам показываю этот газон впереди, Осборнхаус дворца. И он постоянно с разными цветами. Огромный штат садовников трудится здесь и украшает всю эту территорию дворца Осборнхаус. Чтобы попасть на территорию дворца и погулять в парку, посмотреть цветы, посидеть на лавочках, вы должны заплатить 17 фунтов. И ещё, если вы захотите попасть внутрь, в музей Осборнхаус, то тоже за вход заплатите. Да, друзья, вышла я на берег, но здесь ветрища такой, что, может быть, и разговор у нас с вами не получится. Друзья, вот даже, знаете, наверное, не верится вам, когда вы смотрите это видео, что здесь такой ветер и шторм, дождь льёт и плюс 17 градусов. Это у нас сегодня воскресенье, 27 июня. Вот такая вот погода. Вот эта пара с ужасом посмотрела на меня, я с ужасом посмотрела на них. Больше гуляющих нет, вон ещё там гуляют. Посмотрите, что ещё? Посмотрите, вот идут навстречу, я сейчас специально вам покажу поближе. Вот навстречу идут пара. Ну, они достаточно молодые, где-то, наверное, лет по 30. Вот они в таких вот шортах и вообще раздетые. Это о том, опять же, говорит, что англичане привыкли к такой погоде, им пофиг. Вот они, видите, проливной дождь, те идут без зонта, просто капюшоны надели на голову. И эта пара, они вообще без всяких капюшонов, без всяких зонтов, идут как будто солнечный день. Ну вот, пожалуй, только одна я под своим зонтом. Похоже, что прогуляться там с вами не очень получится. А сейчас вот, уж сколь скоро я сюда приехала, сейчас покажу вам вот этот вот отель. Тоже часто вам о нём рассказывала, да, по-моему, в течение всех своих последних трёх лет показывала вам судьбу этого отеля. Вот он, красавчик наш поближе. Вы видите, что тут идёт вовсю ремонт. Его купили, в конце концов. Он долго стоял. Никак невозможно было его продать. Потом, в конце концов, его купили полуразрушенный. Стали только его ремонтировать. И тут же вывесили опять, посмотрите, for sale. Вот показано, как он будет выглядеть на картинке. Красота неописуемая. Как он будет выглядеть после ремонта. Вот, посмотрите. Смотрите, верхние этажи там уже начали вовсю ремонтировать. И вот так вот красиво он будет выглядеть, этот отель. И за сколько он продаётся, я не знаю. Его цена уже после ремонта, после капитального будет, конечно, значительно выше. И так происходит очень часто. Будем наблюдать, друзья, его дальнейшую судьбу. И вот, посмотрите, опять идут под дождём без зонта. Это даже уже не только молодые. Так гуляют, посмотрите, все. Все без зонта. На улице дождь проливной. Я уже даже... Я уже даже, вы знаете, под своим зонтом чувствую себя немножко какой-то ущербной. Что же это такое, что только одна я под зонтом. Но я это уже много раз видела и замечала. С англичанами мне, конечно, в этом плане не тягаться. они считают, что это мы такие закалённые. По морозам там очень закалились, но оказывается, что нет. Как они здесь себя чувствуют в холод, это просто порой вызывает даже какой-то отороп. Потому что тоже, наверное, те, кто живёт в Англии, то знают, что они мёрзнут, но не включают отопление. Практически всю зиму редко-редко включают, прогревают, а чаще всего мёрзнут. Вот, наверное, процентов 60 или 70 обычных граждан Великобритании они предпочитают экономить на отоплении. И они вот считают, что 18 градусов в их квартире это вполне себе даже нормально. Вот пошли две девушки молодые, посмотрите. Опять без зонтика. А на этом моя очередная нарезка коротеньких сюжетов для вас закончилась. Я прощаюсь с вами, друзья. Всего вам доброго. Ещё увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok